Музыка Хоть пляжный сезон фактически закончился, свой организм все равно нужно держать в постоянной форме. Поэтому сегодня мы покажем несколько несложных упражнений, которые можно выполнять не только в спортзале, но и там, где душе будет угодно, чтобы фигурка была всегда идеальной. Очень важно, если вы решили серьезно заняться спортом, посетите сперва врачей. Тогда вы точно будете знать, где у вас болит и от каких упражнений стоит отказаться. Упражнения, которые я сегодня покажу, это простые классические упражнения, которые можно воспроизвести в домашних условиях. Для этого не нужно специального оборудования. Моя задача сегодня – показать, какие варианты их исполнения можно сделать. Что это даст? Это даст определенное разнообразие в тренировочный процесс и эффективность внесет. Задействует дополнительные группы мышц и позволит сделать нагрузку более гармоничной на тело и более комплексной. Как следствие, вы получите больше результат тренировочный, снизите вес, быстрее пойдет процесс. И будет тренироваться сердечно-сосудистая система с целевыми мышцами, на которые идет нагрузка. Первое упражнение, которое я хотел бы показать – это упражнение, которое предназначено для развития и проработки передней поверхности бедра. Мышц ног. Итак, исходное положение занимаем. Классический вариант. Классический вариант таким образом. Стопы параллельно на ширине вашей грудной клетки, либо плеч. Мы отводим центр тяжести назад, живот подтянут. На вдох опускаемся вниз, на выдох – вверх. Вдох. Как разнообразить это упражнение и задействовать дополнительное количество мышц? Получив при выполнении одного упражнения больший тренировочный эффект. Очень просто. Приподнять пятку. Тогда у нас укрепляется коленный сустав. И задействуется в статике икроножная мышца. Пожалуйста. Здесь подключаются мышцы брюшного пресса. Почему? Потому что данное положение ноги при поднятии пятки выводит вас из баланса. Вам нужно сохранить плечи ровно. Для этого вам нужно задействовать дополнительные мышцы брюшного пресса. Все просто. Можно добавить колено. Здесь уже идет больший баланс. Больший баланс. Вам нужно сохранить положение тела ровно. Из этого положения можно сделать более широкий пресет. И возвращаться каждый раз в исходное положение. Что это дает? Это дает дополнительную нагрузку на внутреннюю поверхность бедра. То есть передняя у нас работала. Включилась внутренняя. Дальше. Можно увеличить нагрузку на ягодицы путем их сведения. В исходной позиции сжать ягодицы. Развернуть бедра. Вдох. Передняя поверхность бедра. Выдох. Сжать ягодицы. Пожалуйста. Ягодицы добавлены. Да? В качестве целевой группы мышечной. Хорошо. Отлично. Из этого положения, из положения приседания, можно поработать над реактивностью. Это физическое качество, которое дает работу мышечное взаимодействие, мышечную координацию. И вызывает комплексную работу всех мышц тела. Итак, исходное положение. Приседания. Вдох. И прыжок. Выдох. Вдох. Здесь работает все тело. Да? Небольшой прыжок. Следите за техникой. Колени не должны выходить за проекцию пяток. Назад. Таз. И выпрыгивание. Можно усложнить более глубоко и сделать выпрыгивание. Да? Пожалуйста. Можно еще усложнить. Оп. Вариантов много. Дальше. Следующее упражнение, которое я бы хотел показать. Это выпад назад. Выпад назад. Исходное положение стопы на ширине плеч. То же самое. Начинаем работать с правой ноги. Отшаг назад. Фиксация. Опускаемся вниз. Колено переднее без движения. Выдох. И в исходное положение. То же самое с другой ноги. Если говорить о нагрузке, то она сугубо индивидуальна. Если вы чувствуете прилив сил, то можете сделать по несколько подходов. Тогда ваше тело станет красивее и стройнее. Выполняя такие упражнения каждый день, вы не будете думать о лишних килограммах вашего тела. Да и к зиме укрепите свой иммунитет. Будьте здоровы и оставайтесь всегда привлекательными. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok